Слава нашему Господу за милость Его и даяние. Господь подарил и нам это служение в это утро воскресное. Слава Господу! Мы будем оканчивать уже служение наше. Я желаю читать Слово Божие для нашего задания. Книга Ездрец, первой главы. В первый год Кира Цараперсийского во исполнение Слова Господня из Ус-Еремии возбудил Господь дух Кира Цараперсийского. И он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Были глашаты в то время. Так говорит Кир Цараперсийский, все царство земли, дал мне Господь, Бог Небесный. И он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, да будет Бог Его с ним. И пусть он идет в Иерусалим, чтобы в Иудее и строить дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. И все оставшиеся во всех местах, где бы то ни жил, тот ни жил, пусть помогут ему жители в местах того, с серебром, с золотом, иным имуществом, с котом, с доброводным даянием для Дома Божьего, что в Иерусалиме. И поднялись главы поколений Иудяных и Вениаминовых, потому что колено Вениаминова было почти там, где Иудяна. Смешанное. И священники, и левиты, и всякий, в ком возбудил Бог Дух Его. Повтираю, всякий, не только священники, не только главы семейства. Вот. И всякий, в ком возбудил Бог Дух Его, чтобы пойти строить дом Господень, который Иерусалиме. И там дальше перечисляются сосуды Дома Господня, который на ухотоносор взял. Все в сохранности. Рукою Мефридата там был, который заведовал сокровищами. Все передано. И большим имуществом и шли там люди перечислено в здоровье голове. Если вы, братья, заметили здесь главное слово. И возбудил. И возбудил. Господь возбудил Дух Кира. Это же был языческий царь. Есть другие пророчества. Хотя ты не знал меня, я почтил тебя. Ты отпустишь народ мой без выкупа. И там есть другие пророчества. И вот Господь возбудил его. И он объявил письменно. Это же огромное государство. Вот. И устно глашатые разошали. А потом, какая реакция на это? И поднялись главы поколений утиных венеминовых, священники, левиты, И всякий ком возбудил Бог Дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме. Значит, и здесь среди народа возбудил Бог Дух, глав семейств, священников, левитов и всякого даже возбудил. Насыженные места, уже 70 лет плена прошло. И там же внуки родились. Старцы, конечно, остались. И насыженное место, но он решил вместе идти строить дом Господень. Дорогие друзья, в Старом Завете, в Библии и в Новом Завете, особенно в Старом, много раз повторяется, возбудил Бог. Вот хотя бы мы прочитаем 1 аппарат, 21 глава, из первых стихов. Есть кто-то другой, что возбуждает. Ибо стал сатана на Израиля и возбудил Давида, сделать счисление из Альтона. И сказал Давид, Иоанн, продись, ему надо посчитать, какая армия у него. Там миллион триста, там пятьсот и восемьсот, значит, с юдиных, пятьсот, по-моему, миллион, вот. И там миллион свыше армии. Когда уже на Несвета 9 месяцев пройтись, И сразу Давид понял, какое горе он принес. Но читаем царство, там трошки иначе. И гнев Господень на Израиля. И он возбудил Давида. Дорогие друзья, иногда люди обманываются. Я могу также обманываться. И вы, дорогие братья и сестры, и молодые. Кто нас возбуждает делать то или другое? Хорошо, когда Господь, когда Дух Святой. И, конечно, когда мы в страхе Божьем ходим, встатана не возбудит нас. Мы под защитой Божьей. А вот люди бывают обмануты. И они думают, что это от Господа. Это не от Господа. Особенно в этом месте, в котором я прочитал для нас великий пример, что, значит, может возбуждать Господь Бог, Дух Святой может возбуждать, Дух Христов возбуждать нас, но может возбуждать и противник. И вот мы считаем, он не только возбуждает человека, он против Бога восстает и его возбуждает. Вы же знаете эту книгу Иова Праведника. Когда, значит, сыны Божьи пристали пред Господа, и сатана пристал. И там спрашивает Господь, он же среди сынов Божьих Господь находится. Что ты здесь? Я землю всю обошел. Один брат как-то говорил слово. Хороший ходок. Обойдет всю землю. Обратил ты внимание на Праведника Иова? Ибо нет такого. И там, мы знаем, и характеристика его. Он говорит, хорошо, ты окружил богатство в него. Возьми, забери то все. И забрал богатство. Забрал сыновей, дочерей. Представьте себе, десять этих гробов на дворе, потому что все разрушено. И жена не на ее стороне. Мало того, снова мы читаем. Сыны Божьи, значит, было там такое соврание, и сатана, и снова. И начинает Господь говорить к нему, а ты возбуждал меня против него, дабы погубить его даром. Это же праведник. Вот. А ты возбуждал. И потом он сказал, забери от него. Все. Здоровья. Господь сказал, только дух его не троги. А спойт наш, которому поминуется все, и злые, и добрые, мы читаем в одно время, когда и шли там на Ромово-Ласки, там или в других местах, пророки предстали, пророчествуют все в одной идее, и успех будет там, а хаву, и там же пришел Исафат помогать. Все говорят в одно. Один, значит, пророк сделал, заберут такие, так избегают, все, победишь. А он что-то заберет, и он сказал, нет и здесь пророка Господня, и это же были пророки, ну, придворные пророки. Да есть они, но он нехорошо говорит, не говорит так. И мы знаем, когда сказали, ну, он тоже сказал, иди, но сказал ему, имя Господне поговори, и он начинает говорить, не будет успеха, не будет, слушай собрание, если будет успех, то не Господь говорил, и мы знаем, убит был там, и рассыпал Израиль по шатраму. Дорогие друзья, кто возбуждает нас делать добро или зло, и тогда побуждает Дух Святой ночью молиться нам, плоть противиться, свяда, уют, хорошо, да когда пересилишь и станешь молиться, и тогда чудно пойдет молитва. И есть такое выражение песня в ночи, есть дивная песня, побуждаема Духом Святым, когда люди поют ночью. И Бог принимает такие жертвы. Мы можем приводить примеры и примеры. Вот в Старом Завете было время пошли строить, а там Кир отошел, дарой стал и записки донесения до царя, что неправильно делается. Этот город всегда был взмущал, значит, заречь и все. И прекратилось. но там был Заравель правитель, там был великий Иерей, Иисус сын Исидеков. И Господь побуждал их бориться и строить. И мы читаем дальше прошла стройка. Он всегда противится делу Божьему противник. И мы можем еще находить места Писания. Это, конечно, агея пророка можно высветить. Место Писания есть. Первая глава 14 стих. «Возбудил Господь Дух Заравеля и Сына Садекова». Итак, мы можем перечислять. И в Иеремии, когда читаешь 51 глава 52-я «Да Господь отмщает Вавилону за все зло, которое он сделал этот народ. Бог возбудил царей Медийских, дабы отмщать Вавилону. Это отмщение за храм мой». Дорогие друзья, обратимся мы в Новый Завет. Мы читаем не раз это место и по вдохновению Духа. Пошел старец Симеон в храм. И там как раз владельца Иисуса Христа принесли. Кто возбудил его? Дух его, Божий Дух идти в храм. И другие места читаем, что по вдохновению шли. А когда Новый Завет читаем, там явно Дух Святой говорит, Дух Святой говорит, то делай, то делай и то делай. И вот я прочитаю одно место этого римлянам. 11 глава. Этот великий апостол, язычнику апостол Павел всегда возбуждал ревность в Израиле. Почему он язычникам проповедует? И вот мы читаем так. Вам говорю язычникам, как апостол язычникам. Я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Не возбужу ли ревность у сродниках моих? Итак, да поможет нам Господь бодрствовать в жизни нашей. И еще особенно опасно что есть. Как раз я еще раз напомню, кто побуждает нас делать то и другое. Иногда я уже напоминал, там нет Господа и начинает люди по-своему славить. Вот. И явно нет Господа там. Кто их возбуждает? Сколько злых учений в настоящее время? Будем бодрствовать в это злое и лукавое и последнее время. Пусть возбудит Дух Святой твое сердце, мое сердце прославлять имя Господне, как должно прославлять. Пусть утешается Дух наш и радуется в том, когда видимо благоденствие в семье нашей. Сколько горо в семье наших, в семье наших. Кто старше сидя на голове внуки и горе за горем, кто их гонит в мир, где семьи разваленные, за сколько их есть, кто побудил их это делать, оставлять жен, детей и блудницами идти, а кто наоборот побудил тех, которые оставляют лужей, да будет страх Господень на народе Его, и также именно вот это, которое я напомнил, да прославится имя Господне в этом. А мы в данный час, оканчивая наше служение, ставим ноги, то есть так склоним колено и усердно помолимся, дабы Господь действовал среди народа Его. Аминь. в том, дабы в том, что дабы Продолжение следует...